Настя безуспешно пытается дозвониться до столичного кадрового агентства. На том конце в лучшем случае не берут трубку. Настя и её муж Сергей стали жертвами обыкновенного мошенничества. По интернету нашли себе вакансии работников склада. Московские работодатели были очень приветливы. Обещали зарплату 70 тысяч рублей. О будущей работе рассказывали толково и по делу. Спросили, далеко ли находится общежитие от рабочего места. Они объяснили, что офис снимают, переделанный под общежитие. И он там в 7 минутах от рабочего места. Самое-то обидное, что не мы одни такие, а очень много народа. И идут толпами. Настя и Сергей приехали в столицу с твёрдым убеждением, что работа у них уже есть. Взяли с собой две сумки с одеждой и предметами первой необходимости. На станции метро Марина их попросили заплатить за оформление медкнижки. 6 тысяч рублей за двоих. Затем семейную пару послали в офис на авиамоторной. Там супруги тоже расстались с крупной суммой денег. 5800 пришлось заплатить за общежитие. Далее будущих работников склада направили уже в третий офис. Когда Настя поняла, что контактируют не с работодателем, а обычным кадровым агентством, ей стало плохо. Полтора часа нас усулили, сидели. Сейчас подождите, сейчас подождите, заполните анкету, заполните это. Мы просидели, всё написали, всё. Они говорят, ну что можем предложить? Ну вот на склад бытовой техники, ну и ещё куда-то там что-то тоже, какой-то мясокомбинат. Ну максимум, что вы можете заработать за месяц за 30 дней, это 24 500. Мечты о шикарной зарплате в 70 тысяч рублей растаяли. И надежда расплатиться с долгами тоже. Было обидно до слёз. Надо было возвращаться домой, где обманутых Настей и Сергея ждала свекровь и двое маленьких детей. Бабушка уволилась с работы, чтобы сидеть с внуками, пока родители в Москве будут зарабатывать на безбедную жизнь. А что в итоге? Мы сели около Даниловского монастыря, как две бедных церковные мышки. Вот наш крепли, вот на билеты, на электричку до Владимира. Всё, что у нас хватило. Переночевали там у родственников, и вот заняли ещё 300 рублей у родственников, чтобы добраться до сюда. Сейчас молодые люди намерены искать работу во Владимире. Обращаться теперь решили только в муниципальный центр занятости. Учился я на Столлера. Работу какую сейчас предложат? Уже вариантов нет. Что подойдётся? Буду рассматривать все вариантов. Шабашова намерена написать заявление в правоохранительные органы столицы. К печальному рассказу приложат квитанции за медкнижку и общежитие, в котором так и не пришлось пожить. По неофициальным данным, каждый десятый соискатель в Москве становится жертвой аферистов. К сожалению, далеко не все пострадавшие от мошеннических действий кадровых агентств сообщают о случившемся полицию.